Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Сегодня у меня небольшая смена обстановки ради музыкальной паузы. Почему? Ну, конечно, все равно за моей спиной книги, конечно, все равно я рассказываю о музыке непрофессионально, а только излагаю какие-то свои туманные впечатления, переживания по поводу музыки. Ну, может быть, что-то любопытное для вас встретится. Как вы знаете, я обожаю Моцарта. Это тот композитор, который пришелся ко мне прямо вот созданным, да, будучи просто вот как будто созданным для того, чтобы я его любил. Мне интересно все абсолютно связанное с этой довольно трагической биографией и с этой абсолютно совершенной в любом своем проявлении музыкой. В замечательной книге Ирины Якушиной «Вселенная Моцарта» очень хорошо сказано о том, что любое, даже самое раннее, незаконченное, эскизное, такое второстепенное, да, периферийное произведение Моцарта, оно содержит некое зерно, оно содержит некое зерно гениальности. И это произведение достойно того, чтобы обязательно его слушать и переслушивать. Даже самое периферийное, которое, казалось бы, полностью укладывается в канон эпохи, соответствует неписанным и писанным правилам того времени, и вместе с этими правилами, нормами, эстетическими концепциями и прочим громоздким таким вот этим историческим «Титаником» ушло благополучно на одной истории, и как бы там должно быть забыто, вспоминаемо только редкими музыковедами. Так не происходит. Моцарт звучит очень богато, его произведения, даже самые, вот еще раз повторюсь, малоизвестные, продолжают исполняться, перезаписываться. И это совершенно справедливо, потому что есть некие такие черты. Вот, например, у Якушина, очень интересно, это в описании антиреминесценции. Почему антиреминесценции? Потому что невозможно цитировать произведение, которое еще не написано. А Моцарт прекрасно видел будущее на несколько столетий, вероятно, вперед. И он легко так давал пассажи из Чайковского, допустим, из Баха, вращаясь к прошлому, из музыки романтической 19 века, вращаясь к будущему. Сколько угодно. Этого можно найти. Конечно, это некая игра, да, потому что если искать, то найти можно все, что угодно, где угодно. Но, тем не менее, у Моцарта что-то такое определенно есть. Вот поэтому я могу сказать, что, несмотря на то, что я совершенно не знаю классической музыки, вот, и, несмотря на то, что, ну, все, что я успею, вероятно, узнать за отпущенное мне время, оно, конечно, не составит в десятой части того, что нужно, чтобы грамотно рассказывать об этих шедеврах. Но, тем не менее, у Моцарта я хотя бы слышал. Не каждый может о себе это сказать, потому что собрание сочинений Моцарта – это 170 компакт-дисков. И вот эти 170 компакт-дисков я прослушал хотя бы один раз. Каждый из них. Вот. Разумеется, любимая вещь я переслушиваю многократно, в самых разных условиях. Я придерживаюсь той точки зрения, что музыку можно слушать где угодно и когда угодно. Это ни в коем случае не отменяет ни на одну секунду. И не исключает необходимости слушать ее в живом исполнении, в хорошем акустическом помещении, да, в акустически правильном исполнении, строго, сосредоточенно, как бы настроившись на восприятие шедевра. Ни в коем случае не отменяет. То такое выдается несколько раз в жизни, будем честны перед собой, да. И нам хочется большего. Мы хотим приобщиться к этим чудесам, скажем так, не то чтобы не выходя из дома, да, но делая это как-то более буднично. Я считаю, что это вполне правомерно. Поскольку главное здесь – это стремление. Любовь – это что? Это движение. То есть надо двигаться к своему идеалу, без этого никак. И вот, собственно говоря, если есть стремление, значит, будут постепенные возможности, придут и хорошие записи, и хорошая возможность хорошо их послушать. Начинаешь в чем-то разбираться, что-то углубленно там понимать, какие-то детали сами собой в памяти засевать. Потому что так вообще это, конечно, такой хаос, да, то есть все на разных языках, ноты, они чаще всего не знакомы. Я знаю, что многие знают нотную грамоту. Я всегда говорю, что я не знаю нотную грамоту. Потому что если я могу записать по памяти «Опеля березка стояла», вдруг, ну, запомнил, да, это не значит, что я могу прочитать про твиттуру. Я никогда ее не смогу прочесть. Поэтому тут, конечно, не хватает знаний. И современный слушатель, он чаще всего с музыкой сталкивается в самых разных воплощениях, но только не на, не вот по полной форме, да, с полной выкаткой. На концерте сосредоточенно, серьезно, так сказать, со всем уважением к шедевру. Что ж, будем исходить из того, что есть. Конечно, большую часть классических произведений я прослушал вот в таком виде, да, то есть это вот такие диски. И не только CD, но и MP3 формат с достаточно высоким битрейтом он дает более-менее сносный звук. Хотя, конечно, все аудиофилы немедленно отвернулись от меня и прокляли меня навсегда. Потому что, ну, любое сжатие звука, оно портит звучание, да. Оно чрезвычайно огрубляет его, снимает нюансы и так далее. Лучше бы, конечно, слушать вот в таком виде, да, на хорошо изданном и хорошо сохранившемся, что важно, виниле, на хорошей технике, с теплым ламповым звуком и так далее. Конечно, ничего этого нет. Какое-то количество пластинок у меня есть. Просто потому что я маньяк. И то же самое касается книг, то же самое касается и пластинок. Вот приехали мы в город Нюрнберг, приехали с экскурсией. Однодневная экскурсия – это всегда галопом по Европам. Большую часть дня отнял музей Дюрера. Я о нем как-то рассказывал в одном из роликов, произвел у меня колоссальное впечатление. Но было время и погулять. Благо, что в Нюрнберге, в центре, это буквально там три очки, исторический центр, три-четыре, там все можно пройти очень быстро, обойти. Но там так красиво. Это такая квинтестенция вот этой вот немецкой старины, что там обязательно надо ходить, рассматривать и так далее. Естественно, там была классная барахолка. Такой чистый европейский рынок, где старьевщики соседствовали с продавцами фруктов, всяких орешков, да, с различными антиклариатами, да. И все это было вместе, все это было так органично, так здорово. И там же был целый лоток наполненный пластинками. Вот кто что прет на себе из-за рубежа. Кто-то одежду, кто-то там ценности, кто-то там какие-то сувениры бесчисленные. Боже мой, я накупил там пластинок, потому что они были там по 50 центов, я имею в виду евроценты, да, по одному евро, по полтора евро самые дорогие, по-моему, брал. То есть, ну, это не цена для хорошего винила, а состояние их довольно хорошее. Они не скрипят, не трещат и ни в коем случае не идут волной, да, как велосипедное колесо после удара, когда на таких пластинках неизбежно прыгает иголка. У меня дешевые советские, постсоветские здания битвов, они все, к сожалению, с разными дефектами. И вот там вот части пластинок настал конец именно в таком виде. То есть, там реально иголка по ним прыгает, потому что пластинки волнообразные. Это тут и неправильное хранение, да, винила, и вообще бесчисленные перипетии, которые преследовали эти пластинки. Но я с собой привез из Нюрнберга стопочку пластинок, которые вот просто как на подбор. Вот, например, запись скрипичных концертов в исполнении Иегуди Минукина. Скрипичные концерты, конечно же, Моцарта. Что я хочу сказать, что здесь третий, четвертый концерты, это одни из любимейших моих вещей у Моцарта, что к огромному несчастью так сложилась жизнь, что гораздо меньше, чем симфоний и чем концертов для фортепиана. Для фортепиана у него именно скрипичных концертов. Тут можно говорить о звуке, можно говорить об интерпретации. Но то, что делает Иегуди Минукин, это надо слышать. Это отдельная совершенно радость жизни, которую, ну, просто запоминаешь на всю жизнь. Я эту запись целенаправленно долгое, долгое очень время искал в хорошем качестве, в сети, да, именно в электронном виде. Потому что мне хотелось ее иметь, скажем так, повседневно, да. А пластиночка это у меня редкое эстетское удовольствие, когда есть возможность и время свободное снять ее с полки, смахнуть пыль, да, и послушать в таком виниловом оформлении. Что я хочу сказать. Концерты Моцарта для скрипки, наверное, сегодня не главное, о чем я рассказываю. Наверное, все-таки главное, о чем я хочу рассказать, это то, что в любом воплощении своем, в любом своем оформлении, да, в любом издании, в любых интерпретациях, классическая музыка обязательно должна сопровождать нашу жизнь. Потому что без нее мы лишаемся какой-то очень важной части самих себя, которая присуща абсолютно всем. Я не хочу сейчас называть национальности, это для примера, понимаете меня, да. То есть не только австрийцам или, например, русским дворянам 19 века, которые все были ориентированы там на французскую культуру, и не только французам, и не только вообще какой-то одной нации. Можно назвать и африканцев, и индонезийцев, неважно. Даже если они, собственно говоря, им не близка вот эта вот классическая музыка венских классиков, 19 века романтиков, и даже если бах им не близок, это неважно. Важно то, что эти музыканты сделали для нас нечто невероятное. Они показали, что музыка это отдельный особый язык, на котором написана и рассказана история человечества не менее полно, чем на языке литературы, на языке поэзии, на языке политики и сражений, да, войн, на языке экономики, на языке научных открытий. Поскольку история науки это такая же захватывающая летопись со своими взлетами и падениями, как и, собственно говоря, любая другая область человеческой сферы, человеческой культуры. Вот все это много так возвышенных слов, да, но на самом деле все сводится к одному. На барахолке, выбирая среди сотен прекрасных, а какие там были статуэтки, а какие там были вещицы старинные, которые за бесценок совершенно выставлены, потому что там все это хранится, не знаете, если не столетиями, то десятилетиями, никто ничего не выбрасывает, и все потом это на таких вот просто сочных, таких вот, у меня несколько есть фотографий, где все это вперемешку, вот эта вся ярмарка, лоточках, на таких сочных, разложено таких вот ярких, колоритных лотках, что можно было набрать всего чего угодно. Почему старые виниловые пластинки? Потому что все-таки они как раз носители вот этой классической музыки, они как раз носители того языка, какие-то ушедшие, они трогательны в своей, как бы, ненужности, потому что вверх файлов винил уже точно становится достоянием эстетов, коллекционеров, и, собственно говоря, профессионалов, которые ориентируются на звук, им нужен образец, им нужен тот самый звук, который еще не прошел обработку, сжатие, вот то, о чем я говорил, да, файлов не прошел никакие изменения, а именно является органическим тем самым изначальным звуком, который был записан в далекие-далекие годы в студии, на заре, допустим, или там в середине развития эры грамзаписи. Что ж, я призываю вас слушать классическую музыку, и надеюсь, что мне удастся что-нибудь интересное рассказать в будущем о ней, во всяком случае, может быть, что-нибудь и не связанное с Моцартом. Ну и, конечно, не пропустите вот эту запись. Исполнение Ягуди Минукина просто одно из моих любимых, скажем так, для концертов, для скрипки с оркестром Вольганка Амадея Моцарта. Спасибо за внимание.